Всем привет на канале Александр Эмгрес. Сегодня к нам в гости попала новинка от DeWalt. Шуруповерт бесщеточный 18 вольтовый DCD805. Бывает этот шуруповерт в разные комплектации. Мне попалась E1T. А это значит, что мы одним глазком взглянем на аккумуляторы нового поколения PowerStack. Что же такого нового в этом с виду вполне себе обычном аккумуляторе, спросите вы? Плоские элементы вместо цилиндрических 18650, отвечу я. Ну да ладно, более подробно о нем позже. Для начала комплектация. В нее входит один аккумулятор PowerStack со встроенной индикацией зарядки 18 вольтовый на 1,7 Ач. Автоматическое универсальное зарядное устройство на 2 А. Съемная боковая клипса. Съемный боковой магнит. Мощный магнит. Ну и естественно чумодан из системы хранения T-Stack. С комплектацией разобрались, теперь подробнее за зарядку и шурупер. Начнем с зарядного устройства. После установки аккумулятора на зарядку начинает моргать красный диод. Когда аккумулятор зарядится, диод перестанет моргать и будет гореть постоянно. Если же аккумулятор вышел за пределы допустимого температурного диапазона, то загорается желтый диод. При этом красный продолжает моргать. Это значит, что зарядное устройство автоматически приостановило процесс зарядки. И возобновит его также автоматически, когда аккумулятор вернется в допустимые температурные пределы. Ну и последнее. Если установить на зарядное устройство нерабочий аккумулятор, то процесс зарядки просто-напросто не начнется, ни один из индикаторов не загорится. Ну вот и дошла очередь до шуруповерта. Он оснащен регулятором оборотов, реверсом, Быстрозажимным одномуфтовым 13 мм патроном С трещоткой Естественно блокировкой вала для быстрой смены оснастки Ну и естественно сей чудо аппарат двухскоростной Переключатель довольно жесткий Также в шуруповерте имеется регулятор усилия И в моем случае удар Помимо всего вышеперечисленного, в данном шуруповерте имеется быстрая остановка двигателя Которую сделали немного более плавной, если сравнивать с предыдущими моделями Ну и естественно здесь имеется крутейшая подсветка рабочей зоны Что же такого крутого в этой подсветке? Есть несколько фишек, сейчас покажу Первая фишка. Вы можете менять направление луча. Всего есть три режима. Вверх, посередке и вперед Второй фишечкой является вот этот переключатель Значит вы можете включить очень яркий свет Который будет гореть 20 минут Грубо говоря как фонарик будет работать ваш шуруповерт Вы можете включить не очень яркий свет на половину мощности диода Который будет гореть примерно 20 секунд и будет гаснуть И вы можете отключить свет вообще И еще подсветку рабочей зоны, а точнее саму кнопку Можно похвалить за наличие холостого хода Видите, я включил свет, при этом не запуская двигатель Ни во всех шуруповертах это присутствует функция Значит сразу засвет Уже у меня была ситуация, когда в одном из моих помещений Немножко перестал работать свет И вот эта 20 минутная подсветка Прям выручила Но! Самой главной для меня фишкой является то Что этот свет можно наглухо отключить Потому что честно, мне иногда при работе он мешает И вот это прям кайф Пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет Теперь предлагаю посмотреть куда же эта подсветка светит Не в режиме прожектора, а в режиме 20-секундной обычной подсветки Для начала малюсенькая 25-ка Как видите светит куда надо 50-ка То же самое Зажал самый длиннющий г-образный шестигранник Что у меня есть И с ним тоже зашибись То есть какой длины у вас не будет бита Все равно будет светить куда надо Так ладно, что я на подсветке слишком сильно застрял внимание Данный аппарат не обделили предохранителем от перегрузки И совсем не обделили крутящим моментом Который составляет 90 Нм На мощном аккумуляторе К примеру пятерке Максимальные обороты на первой скорости 650 в минуту На второй 2000 в минуту Перед тем как приступать к завешиванию Немного дополнительной информации Как я уже ранее говорил Это новинка от Деволта Которая пришла на смену Безусловно бывшему лидеру 791 Так вот Если вы хотите узнать в чем же разница Между старой и новой моделью А именно увидеть обзор сравнения То обязательно переходите по ссылке в описании Потому что на канале Hardwood Как раз такой обзор недавно вышел Помимо этого там поучаствовал 850 новый импакт Короче однозначно есть на что посмотреть Поэтому повторюсь Обязательно переходим по ссылке в описании Смотрим обзор сравнения И от меня От Демиши передаем привет Ну а если просто смотреть на инструмент уже надоело И хочется им именно поработать То в описании имеются промокоды С помощью которых вы получите нормальные скидосики На инструмент Деволт и не только Ладно все Взвешиваем Вес голой тушки 1360 грамм Вес дополнительных приблуд 41 грамм Ну а теперь предлагаю взвесить два аккумулятора Наш новый на 1.7 Ач Пауэр стак И обычную двушку Значит как обещает производитель Этот Мощнее Легче И меньше На счет того что он меньше Я думаю очевидно что никто не врал Да? Теперь Давайте посмотрим на сколько он легче Так Двушечка 359 грамм А новый аккумулятор 323 Как видите легче И тут не обманули Насчет того что этот аккумулятор еще и мощнее Чем обычная двушка Производитель вроде бы как тоже не врет Можно было бы конечно заморочиться и снять целый большой ролик О сравнении аккумуляторов Но если честно я слишком ленивый Поэтому я просто посмотрел моих англоязычных коллег Которые устроили полнейший тест этому аккумулятору И он себя показал довольно таки неплохо Но кстати если вот этот ролик наберет прям много просмотров То я заморочусь и сделаю ему полноценный тест Но повторюсь Ролик должен набрать много Ладно Давайте проверять люфты и биение сверла Значит Как всегда Патрон зажал длинную битку И проверяем Для начала Из стороны в сторону Люфтец Имеется Небольшой Теперь Перед Назад Значит Сразу Ребят Это ударный шуруповерт Поэтому Да У него есть этот люфт Но Конструктивно Шуруповерт Сделали так Чтобы патрон Назад Не уходил То есть он не подпружинен Допустим Как в ударных дрелях И он ходит и туда и сюда И вперед и назад Он сделан так Чтобы У него Патрон мог вытягиваться только вперед То есть Я нажимаю на биту А он не утапливается Так что Ну как бы все хорошо Здесь Ну а теперь Как всегда Зажал проверенное сверло В патроны И давайте проверять Будет ли оно бить Совсем небольшое биение сверла имеется Ну а теперь Давайте проверять Чувствительность Муфты Зажал в патрон ПЗ первую битку Поставил Минимальное усилие И давайте Попробуем Мелкий крепеж Закрутить В мягкую Древесину Ну как видите Проминается Древесина Ну что Попытка номер два Беру шуруп И Паш вторую битку И погнали Ну как видите Загнала Заподлицо Думаю Все видели Что муфта Здесь не самая Чувствительная Но с другой стороны Таким Маленьким Лёгким Шуруповертом Мало Ну а теперь Как всегда До потрохов Первым делом Предлагаю Открутить Сверлильный Патрон Откручивается Против Часовой Стрелки Резьба Шпинделя Одна вторая Двадцать ЮНФ Вот Патрончик Поближе Кому интересно Патроны Зачётные Ну все Можно Раскручивать Инструмент Если Вдруг У вас Возник вопрос Как я так ловко снял патрон То У меня В принципе Имеется Видео Ответ В описании Ссылочка На ролик В котором Я показывал Как легко Снять Патрон С любого Шуруповерта Дрели И подобной Техники Естественно Он зажат Здесь Нормально Я просто Не на камеру Открутил А здесь Кручу Отверткой Потому что Настолько Длинных бит У меня Увы Спонсоры Буду Вам Весьма Признателен Если Вы Длинные Битки Разные Так Ну что Чудо аппарат Раскручен Давайте Его Дербанить Потихоньку Аккуратненько О Такая Красотища Внутри Не Миллиметра Свободного Места Достаем Содержимое Так Сразу Пожалуй Отложу В сторонку Редуктор Чтобы он нам не мешал Рассматривать остальное Ну и давайте Рассматривать Начнем Пожалуй С диода Подсветки Обратите внимание С одной стороны Подпружинен А со второй У нас имеются Ёршики За счет которых Происходит фиксация В корпусе На определенном положении Управление Вот Такой Клавишей Осуществляется Ну и Проводки Пошли в кнопку Ну Силовые кабеля Конечно Тут стоят Реально Конские Вы посмотрите На их толщину Гнуться с трудом Прям да Конечно Не пожалели Провода Значит Вся кнопка Куда ни ткни В буквальном смысле Залита Герметом Видите Везде Прям Естественно В нее Сразу Встроен Реверс Регулятор Оборотов Все мозги По сути Здесь Ну и Ладно Теперь Давайте Взглянем На новый двигатель Посмотрите На его диаметр Он Реально большой Но Обратите внимание Каким Коротышом Его сделать В буквальном смысле Приложить Два пальца И вот Эта Обмотка И с корпусом Прикиньте За счет Его большого диаметра У него дури сильно больше И за счет Его укоротили Шуруповерт В целом Стал компактнее Но об этом Вы можете Повторюсь узнать В обзоре Михаила Ссылка В описании Ого Достань Очень мощный Магнит Значит Якорь На двух Шариковых Подшипниках В передней части Естественно Напрессованная Шестерня И крыльчатка Плюс Обратите внимание Вот сюда В данном двигателе Датчики для управления Находятся в передней части Корпуса Возле крыльчатки Обычно Когда разбираешь Как правило В задней части Двигателя Находится платка Так вот В этом шуруповерт Ее перенесли В переднюю часть Опять же Судя по всему Для экономии пространства Потому что Она вот здесь Ну как бы Едина с корпусом И не занимает Вообще Дополнительное место Ну прям Да Классное решение Базара нету Что касается Самой обмотки Ну вы посмотрите Какая красота Намотано Естественно Все Аккуратненько Пайка Хорошая Пайка Провода Прям Ух Е-мое И обратите внимание К самой обмотке Идет только 3 силовых провода И все Видите Какие толстенные Прям вообще Ух Ну а вот Собственно говоря И наше управление Как видите Отдельно От кнопки Жгут проводов Вот К этой маленькой Платке Ни один электронный элемент Не торчит Нигде Снаружи Вот Эта штучка нужна Для того Чтобы фиксировать Все В корпусе Нашего якоря Красота А ну Как вы увидели Оно Короче Разборное Вот это все Все Ладно Ставлю назад Защелкиваем Вот Эта железячка Фиксирует Как видите И Все Можно закручивать Ну Короче Не знаю Как кому А мне Новый тип Двигателя Деволтовского Понравился Прикольно Сделан На самом деле Значит Прежде чем Обратим Свой взор На редуктор Предлагаю Посмотреть Маленькие Нюансы Еще Жесткая фиксация Наших Передач Происходит За счет Пластин Пружинных Которые имеются С обеих сторон Корпуса Ну и конечно же За счет Ответных Выимок Для этих Пластин С обеих сторон Нашего Переключателя Режимов Нашего Освещения Здесь Также Пластина Пружинная С ответной Частью Знаете Ребят Посмотрел я еще На обмотку И на задний корпус Заднюю крышку И наверное Понял Что Помимо компактности То что Плата управления Переехала В переднюю часть Еще и Повлияет Положительно На охлаждение Обмоток Обратите внимание На воздуховоды Вот Так Предлагаю Дербанить Редуктор Сразу Сниму Скобу Переключения Чтобы она Не мешала И Давайте Разбирать Для начала Сниму Эту Металлическую Пластину Держится На четырех Защелках Затем Откручиваю Верхнюю часть Корпуса Никогда не понимал Зачем Сюда Ставить Крестик Если Все На торксах Ну Блин Ладно Раскидал Редуктор И Все Неплохо Металлический Неподвижный Венец Съемный Металлический Подвижный Венец Все Водилы Все Сателлиты Все Все Из Железа Единственная Пластиковая Деталь Это Корпус И То В Который Вставляется Отдельная Железная Деталь Подвижный Венец Обратите внимание Вот сюда Здесь В каждом Сателлите Внутри Стоит Маленький Ягодчатый Подшипник Вот он Поближе Милашка Правда? Красота Вместо Вездесущих Шариков Применяются Цилиндрики С одной Стороны Плоские А со второй Стороны Закругленные 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 К этому Венцу За счет Этой Штуки И Ограничитель Усилия Вот Примерно Редуктор Хороший Мне Нравится Теперь Разберем Переднюю Часть Для того Чтобы увидеть На чем Стоит Шпиндель Во вторых Посмотреть На конструкцию Ударного Механизма Раскручиваем Так Просто Оказывается Так Ну Шо Все Я Разобрался Как Все Дело Работает Конструкция Прям Очень Простая Эффективная Класс Я разбирал Филисати Шуруповерт Ударный Ударный Механизм Здесь Мегапросто Но Для начала Шпиндель Стоит На двух Подшипниках Спереди Шариковый 6801 А сзади Вот Здесь Игольчатый Подшипник 8х12 Впрессованный В металлическую Типа Проставку Оба Подшипника Можно заменить При желании С регулировкой усилия Все стандартно Затягиваем Пружинку Она давит сильнее На цилиндрики И цилиндрики Скажем С большим усилием Проскакивают Через Штукенцию Как и в других шуруповертах Здесь стоит Зубчатый удар Вот Одна часть И вторая От смазки Очищать не буду Я думаю Всем понятно Как это выглядит В ударном механизме Применены Два пружинных кольца И Пружинка А теперь К самому главному Почему Этот ударный механизм Не люфтит Вперед Назад А только Вперед Все оказывается просто Обратите внимание Вот сюда Инженеры Рассчитали Все так Чтобы вот этот Шариковый подшипник С шайбой При установке Вала Просто-напросто Упирался в корпус Вообще Его не сдвинуть Он уже Уперся в корпус Когда Включаем удар Не вал двигается По направлению К вот этой муфточке А наоборот Оп И муфта Приподнялась Сейчас другого ракурса Еще покажу Вот Смотрите Вот сюда Видите Вверх Вниз Блин Ну просто Круто Ну Короче Ребят На мой взгляд Этот шуруповерт Делали не маркетологи А инженеры И Самое главное Вы посмотрите Как это все легко разбирается И собирается Это просто Я не знаю Ой Кайф Вот Вот За счет чего Происходит Поднятие вверх Муфты За счет Вот такой Интересной Формы Переключателя Сам Переключатель Подпружинен Вот такой Пружинкой Ну и Напоследок Смотрите На То Какой Здесь Толстый Щелкатель Та штука Которая Создает Треск При переключении Режимов Не Режимов Точнее Усилия Ну Короче Ребят По редуктору Не до чего Доковыряться Детали Закончились Поэтому Давайте Собирать Начну Сборку Пожалуй С ударного Механизма Устанавливаем Переключатель Просто Закидываем Наш Удар И Приступаем К Установке Пружинки Вот В этой части Для нее Специальное Отверстие Теперь Пришло Время Установить Вот Этот Кожух Обратите Внимание Внутрь Торчит Фигня Какая-то Лишняя С помощью ее Включается Удар Смотрим Чтобы У нас Было Включено Практически Сверление Устанавливаем Таким образом Чтобы Наш Переключатель Мог Сдвигать Флажок Вот Смотрите Вот Это Удар Вот Это Сверление Ну и Естественно Все Это Дело Должно Совпадать Со Стрелкой Потом Берем Вал Выправляем Шайбу На Подшипнике И Начинаем Устанавливать Чтобы Не Ошибиться У нас Есть Специальные Отверстия Направляющие Раз И Два Для Пластиковых Зажигулинок Промазать Нереально Ставим Затем Берем Пластину Попадаем Опять На Пластиковые Выступы И Закручиваем Можно Сразу Проверить Правильно ли Вы Собрали Встанавливаем Режим Удара И Слышим Удар Переключаем На Режим Сверления И Ничего Не слышим Теперь Для Удобства Возьмем Головку И Начинаем Собирать Блокировку Вала Ставим Пластину Накрываем Корпусом Блокировки И Не знаю Как Кто Я лично Соберу Блокировку Установлю На Центральной Части Блокировки Резинка Довольно Плотно Сидит Водиле Нанес Густой Смазки Туда Где Должны стоять Наши Бочонки И Устанавливаю На нее Бочонки Смазка Нужна Для того Чтобы Устанавливать Водилы Красота Как видите Ничего Не Отваливается Можно Прицеливаться И Устанавливать Вот Так Теперь Берем Все Цилиндрики И Устанавливаем Круглой Частью Вверх Накрываем Венцом Закидываем Сателлиты Опаньки Ну что Первая Часть Редуктора Собрана Устанавливаем Неподвижный Венец На Корпус И Ставим На Редуктор Закручиваем Ставим Подвижный Венец Водилку С сателлитами Еще Одну Водилку Неподвижный Венец Водилку 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 И Со Второй Водилку Проверим Платку Прикрутили В начале ролика Поэтому Ставим Якорь Обратно На Магнит Очень Сильный Поэтому Контролировать Установку Тяжело Но Все Хорошо Получилось Ну что Последнее Приготовление И Можно Собирать Первым делом Устанавливаем Двигло С кнопкой В Корпус Все Почему Потому что Редуктор Немножко Выше Если Собирать Будем Вываливаться Ну Фигня Какая то Установили Двигатель Потом Крайнее Положение Переключалку И Редуктор Почти Вошел Куда Надо Ввести Зубья Как видите Они Вошли В зацепление И Редуктор Утопился Все Готово Переключатель Реверса И Тусуем Ну что Все Практически Собрано Ставим Пластину Пружинную И Переключалку Вот Этими Выемками В сторону Пластины Еще раз Все Внимательно Проверили Чтобы Нигде Ничего Не торчало И Придерживая Диод Прицеливаясь В нужное место Ура Товарищи Значит Вот Здесь Не сходится Корпус Только По одной Причине Догадайтесь Какой Это Так И Должно Быть Ответ Из-за Пружинки Проверяем Сразу Все Щелкается Все Крутится Все Зашились Так Прикручиваем Корпус Редуктора К Корпусу Желтенькому И Заднюю крышку Прикручиваем Прикручиваем Ну что Напоследок Взгляните На это великолепие И Хватит Ну вот Мы Дособирали Поэтому Поставим Патрон Так Данный Патрон У нас Без Контрил Без Фиксаторов Резьбы Поэтому Я его Шестигранником Хорошенько Подожму Сейчас И можно Приступать К проверке Инструмента Так Регуляция Оборотов Быстрая Остановка Реверс Работает Первая Передачка Так Минимальное Усилие Не совсем Минимальное Режим Сверления Страшно Проверять Но его Пень То же самое На второй Скорости Все работает Свет Короткая Подсветка Мощная Подсветка И выключаем То Ну Как видите Все Хорошо Ну а теперь Взглянем На Аккум Изнутри Открыв Аккум Перед собой Видим Плату Индикации На проводе Подключение Пяти Плоских Элементов В верхней части Аккумулятора Плата Управления И Если Приглядеться К Аккумулятору То Видно Что Он Выполнен Скажем В стиле Неразборного Поэтому Если Его Начать Вскрывать С высокой Вероятностью Ему Приступлю Хитрее А Именно Возьму Маленький Кусочек Ролика У Своего Англоязычного Коллеги Он Раздербанил Аккумулятор И Как Видите Пять Плоских Элементов Примерно Так Выглядит Изнутри Аккумулятора Если Вдруг Хотите Посмотреть Ролик Ссылка В описании У него Толковое Сравнение Аккумуляторов Ну да Это отдельная Тема Для разговора Давайте Собирать Аккумулятор Сразу Хочу Назвать Один Сильный Недостаток Девайс Он Очень дорогой Насколько Я знаю Этот Аккумулятор Стоит Больше 100$ Да Он Безусловно Мощнее Чем 2А Но Наверное Из-за того Что Технология Производства Аккумуляторов Не совсем Обкатана И Скажем Не введена В массу Они Дороже Насколько Знаю Скоро выйдут Такие же PowerStack Но 5А Это Было бы интересно Помимо Очень Большой Силы Тока Емкость Чего Этому Аккумулятору Не хватает Ну а теперь Что я могу сказать По поводу Чудо техники Начнем с минусов Имеется Люфтец Но Я думаю Это из-за Наличия Удара Потом Не очень Чувствительная Муфта Хотя С другой Громадным Шуруповертом Вряд ли Кто-то Повторюсь Будет Малюсенькие Шурупы Крутить Это Больше Для глухарей Шурупов Здоровенных Это Да Подсветка Зашибись Кнопка Двигатель Пушка Редуктор Вопросов Нет Ни к самому редуктору Ни к самому Переключалке Патрон Хороший Ну фиг его знает Ребят По десятибалльной Шкале В комментариях Ставьте ему Оценку О, а пока вы ставите Я проверю удар А то что-то я забыл Для начала Режим сверления Как видите Ничего не происходит Режим удара Удар Тоже работает Теперь Небольшое обобщение На мой взгляд Данный шуруповерт Подойдет Для профессиональных Работ С большим Расходником Большими Шурупами Большими Сверлами И тому подобное К примеру Работа С массивом Древесины Если нет винтоверта То Я думаю Этот шуруповерт Перекроет Все Нужды Аккумулятор Вот этот Один Плюс С двухамперным Зарядным Устройством На мой взгляд Наверное Маловат Если бы я этот шурупер Брал Я бы брал С двумя Пишите в комментариях Согласны со мной Или нет Естественно Подписывайтесь на канал Не зря что старался Ну и Хватит Субтитры 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 Субтитры